Сыну Натальи Куприенко полгода. Сегодня мама пришла за рецептом для третьей прививки КДС. Вакцину родители покупали сами. Несколько месяцев назад они уже столкнулись с отсутствием препарата в поликлинике. Теперь приобретают лекарства за свои деньги. Говорят, здоровье малыша дороже любых растрат. Они то есть, то нет в больнице. И чтобы уже так наверняка взяли, поехали, купили. Первый раз мы делали 280 гривен, теперь она немножко подорожала. Второй раз мы делали уже 290, а сейчас это знаю. Говорят, что опять подорожало. Не намного, но подорожание каждый месяц есть. Но таких состоятельных родителей немного, говорят медики. Ведь курс КДС обходится семье почти в 1000 гривен. С начала марта в Макиевской детской поликлинике только 13 семей купили препараты за свои деньги. Больше 120 прививок медики сделали бесплатно. В поликлинике говорят, препарат уже давно должен был закончиться. Но во время эпидемии гриппа многие родители не привозили своих детей в больницу на плановую прививку. Откладывали вакцинацию на весну. Сейчас возле прививочных кабинетов аншлаг. Зимой был действительно меньше поток людей. В связи с этим запасы небольшие есть. Но они ненадолго, так как уже и погода способствует. И участковый зовут деток и призывают прививаться. И родители отзываются и идут. Макиевская детская поликлиника одна из немногих в области, где еще есть запасы вакцины КДС. Но по словам главного врача, препарата надолго не хватит. А вакцинировать детей нужно. Первая прививка делается в 3 месяца, затем в 4 и 5. Если график нарушить, то иммунитет к этим инфекциям уже будет ослаблен. Мы не можем его в настоящее время именно качественно проводить. Почему? Потому что поступление вакцины у нас осуществляется в течение 2009 года и вот уже начало 2010 года с перебоями. Если мы начали вакцинацию, то именно условия проведения, это является кратность введения вакцины через месяц. В настоящее время мы можем начать процесс, но мы можем его не закончить. В Макеевке для иммунизации детей от куклюши и дифтерии ежемесячно необходимо 1300 доз вакцины. Минздрав, который должен поставлять вакцину, с начала года передал в город только 350 ампул препарата. Конечно, критическое состояние с поставками вакцин. А у нас город по дифтерии неблагополучный. За 2007-2008 года у нас заболело 10 человек дифтерией. Из них трое умерло, в том числе один ребенок. Поэтому эти прививки актуальны, необходимы. В санстанции, говорят, переписку с Минздравом ведут регулярно. Но пока из-за отсутствия бюджета, раньше, чем через месяц, вакцины не ожидают. Медики обеспокоены. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то защищать детей от опасных инфекций будет нечем. Наталья Некрасова, Роман Фролов, Панорама.